Здесь не просто учат танцевать, здесь создают артистов. В Севастопольской Академии Хореографии программа обучения будет многосторонней, с постоянной танцевальной практикой. Руководитель нового образовательного учреждения, артист балета Сергей Полунин рассказал, что обычно воспитанники балетной школы стоят у станка и в годы учебы не танцуют. В Академии Хореографии, которую знаменитый артист взял под свое крыло, дети подготовительного класса уже сейчас разучивают танцы. Мы будем больше и больше развивать как артистов, чтобы человек был полный и рисования, и пения, и разговор, и хореография. То есть это будет, мне кажется, такой полноценный комплекс для человека, для будущего. Пока здесь занимается три десятка детей. 11 из них обучаются на средства фонда Сергея Полунина. Артист не понаслышке знает, насколько важно получить возможность учиться, ведь именно благодаря поддержке другого фонда он и сам в свое время смог прийти в балет. Ради того, чтобы поддерживать талантливых детей на их пути к мечте, артист готов совмещать многочисленные гастроли по всему миру с преподаванием в Севастополе. Если не тратить время впустую, можно все успевать, и можно еще больше успевать. И мне приятно на самом деле для России что-то делать, это прям вот что-то такое душевное. Первые выученные движения начинающие танцоры балета продемонстрировали для узкого круга зрителей. Чиновники, журналисты и родители воспитанников Академии смогли насладиться полонезом в исполнении юных дарований. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев уточнил, строительство комплекса на мысе Хрустальный, где и будет располагаться Академия хореографии, идет согласно графику. Решение проводить тренировки на базе спортивного комплекса «Муссон» объясняется просто. Детям уже сейчас нужно место для репетиций. Здесь очень важно понимать, что очень много разных по поводу культурного кластера есть мнений. Мы четко вот сегодня вместе увидели, что такое культурный кластер. Это вот будущее наших замечательных детей. Вот мы сегодня видели этих замечательных звездочек, которые уже пришли в Академию хореографическую Севастополя. Это новая культурная традиция страны на самом деле сегодня зарождается. Михаил Развожаев убежден, что Севастополю очень повезло. Это один из четырех городов России, где было решено построить культурный кластер. Масштабное общественное пространство включит в себя и оперный театр, и Академию хореографии, и современные музейные комплексы. Михаил Журавский, Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.